Протопрессвитер Михаил Польский Малые мученики, российский том 1, глава 30, Великая княгиня Елизавета Федоровна Через сутки после расстрела царской семьи, 5-18 июля, была убита Великая княгиня Елизавета Федоровна вместе с несколькими своими царственными родственниками и с послушницей, всюду следовавшей за ней. Старшая, родная сестра императрицы, женщина смелая и великодушная, начала свою карьеру в период полного расцвета величия Русской империи и закончила ее в мрачных недрах одной пермской угольной копии, куда она была сброшена своими палачами после продолжительных скорбей и страданий. Будучи на 8 лет старше своей сестры императрицем, а с раннего детства получила от своей матери воспитание, подготовившее ее к духовной деятельности. Эта мудрая и нежная мать сумела внушить своим детям с их малых лет главный принцип христианства – любовь к ближнему. Елизавета Федоровна вызвала самое искреннее расположение к себе в стране, заменившей ей ее отечество, совершившей множество благотворительных дел и в течение своей краткой жизни непрестанно заботясь о благополучии русского народа. На формирование духовного облика Великой Княгини по собственному ее признанию имел большое влияние пример Елизаветы Тюрингенской, сделавшейся через свою дочь одной из родоначальниц Гессинского дома. Современница крестовых походов, эта замечательная женщина соединяла в себе глубокое благочестие с самоотверженной любовью к ближним. Ее супруг считал ее щедрость, расточительностью и иногда преследовал ее за это. Постигшее затем Елизавету раннее вдовство, обрекло ее на скитальческую полную лишений жизни. После она снова получила возможность всецело посвятить себя делам милосердия. Высокое почитание этой царственной подвижницы еще при жизни побудило римскую церковь в XIII веке причислить ее к лику своих святых. Душа Великой Княгини с детства была пленена светлым образом ее прабабки. Замечательно, что вскоре после рождения Великой Княгини ее мать, принцесса Алиса, женщина высокого и кроткого духа, по поводу данного ее дочери имени писала королеве Виктории. Мы любили Елизавету, потому что святая Елизавета была прабабкой Гессенского дома, так же, как и Саксонского. Великая Княгиня сохранила это имя и после принятия православия, избрав свою небесную покровительницу, святую праведную Елизавету. Будучи избрана в супруге великому князю Сергею Александровичу, молодая Великая Княгиня с любознательностью и чуткостью стала изучать черты русского народа и особенно его веру, положившую глубокий отпечаток на наш народный характер и всю нашу культуру. Вскоре православие покорило ее своей красотой и богатством внутреннего содержания, которое она нередко противопоставляла духовной бедности опустошенного протестантства. «И при всем том, они так самодовольны», — говорила она, — «глубоко благочестивая протестантская семья, давшая нам дух великих женщин, императрицу и ее сестру, имела широкий созерцательный дух, который оказался близким даже православному богослужебному строю». Елизавета Федоровна говорила потом про свою третью сестру, гостившую у нее. «Ирена ни в чем не находит такого наслаждения, как в православном богослужении и особенно в Успенском соборе. Мы с нею не пропускаем ни одной воскресной утренни. Вот ответ подлинных протестантов нашим отщепенцам-сектантам, именующим себя также протестантами и ожесточенно отвергающим православное богослужение». И великая княгиня по собственному внутреннему побуждению решила присоединиться к православной церкви. Когда она сообщила о своем намерении своему супругу, у него, по словам одного из бывших придворных, слезы невольно брызнули из глаз. Глубоко тронут был ее решением и сам император Александр Третий, благословивший свою невестку после святого мира помазания драгоценной иконой нерукотворенного Спаса, копия чудотворной иконы в часовне святого Спаса, которую Великая княгиня свято чтила в течение всей последующей жизни. Приобщившись таким образом к нашей вере и через нее ко всему, что составляло душу русского человека, Великая княгиня могла с полным правом сказать теперь своему супругу словами Моавитянки Руфи «Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». Руфь 1.16 Долговременное пребывание великого князя на посту генерал-губернатора в Москве, этом истинном сердце России, где его супруга была в живом соприкосновении с нашими вековыми святынями и исконным русским народным бытом, должно было еще теснее сроднить великую княгиню с новым ее отечеством. Семь лет ее брака прошли в полном рассвете петербургской придворной жизни, и чтобы угодить своему мужу, она собрала вокруг себя светское общество, и это общество ею восхищалось. Но подобный образ жизни ее мало удовлетворял. По занимаемому ею положению она обязана была присутствовать на всех официальных приемах, но они представляли для нее интерес лишь постольку, поскольку она могла использовать некоторые ее связи на пользу своей благотворительной деятельности, которую в то время она уже начала проявлять. В Москве все очень быстро усвоили навык постоянно на нее опираться, ставить ее во главе новых организаций, выбирать патронессы всех благотворительных учреждений. И к началу Японской войны она уже была хорошо подготовлена для того, чтобы сыграть главную роль в великом патриотическом движении, в котором приняло участие все русское общество, постоянно заботясь о раненых солдатах как в госпиталях, так и на фронте, вдали от их домашних очагов. Великая княгиня была вполне поглощена этой работой, она всюду успевала, заботилась обо всем том, что могло восстановить силы и предоставить всякие удобства солдатам. Не забывала она и духовные нужды русских людей, посылала им походной церкви, снабжала всем необходимым и для совершения богослужений. Но самым замечательным ее достижением и только ее одной была организация женского труда, женщин всех слоев общества, от высшего до низшего, объединенных ею в Кремлевском дворце, где были устроены надлежащие мастерские. С утра до вечера за все время войны этот деятельный улей работал на армию, и великая княгиня радовалась, видя, что обширных позолоченных дворцовых залов едва хватало для работниц. В самом деле, единственный, не употреблявшийся на эту цель зал, был только тронный. Весь день великая княгиня проходил за этой работой, вскоре принявший грандиозные размеры. То было целое министерство своего рода. Москва боготворила свою княгиню, выражала ей глубокую признательность ежедневной посылкой в ее мастерскую и всякого рода подарков для солдат. И число тюков, отправленных таким образом на фронт, было колоссальное. Личность ее была до такой степени вдохновляющей, что даже самые холодные люди загорались пламенем от соприкосновения с ее пылкой душой и с необычайной энергией шли на благотворительную деятельность. Однажды, 4 февраля 1905 года, в тот момент, когда великая княгиня собиралась в свои мастерские, она была встревожена сильным взрывом бомбы и, бросившись к месту его, увидела, как один солдат растилал свою военную шинель над растерзанным телом ее мужа, желая скрыть его от взоров несчастной супруги. Колено преклоненное на улице, великая княгиня простирала свои руки, чтобы обнять останки своего мужа. Весьма возможно, что ужас предрастерзанным телом явился причиной того, что она с тех пор отказывалась от всякой пищи, в которой была прежде жизнь. Молоко, зелень и хлеб являлись главными продуктами ее питания еще задолго до ее пострижения выночества. Величие духа, с каким она перенесла постигшие ее испытания, вызвало удивление у всех. Она нашла в себе нравственную силу посетить даже убийцу своего мужа, Каляева, в надежде смягчить его сердце своей кротостью и всепрощением. Она навестила преступника в тюрьме. Ей открыли его двери, и она одна вошла в камеру. Когда он увидел ее стоящую, перед ним он спросил, «Кто вы?» «Я его вдова», — ответила она. «Почему вы его убили?» «Я не хотел убить вас», — сказал он. «Я видел его несколько раз в то время, когда имел бомбу на готове, но вы были с ним, и я не решился его тронуть. «И вы не сообразили того, что вы меня убили вместе с ним», — ответила она. Тогда она заговорила об ужасе самого преступления пред Господом Богом. Евангелие было в ее руках, и она умоляла преступника его прочесть. Она надеялась, что заблудшая душа его покается до своего явления пред Господом. Смерть для нее была пустым звуком. Она навестила его не для того только, чтобы иметь возможность добиться помилования от Государя. Она преследовала иную цель. Она опасалась дня страшного суда даже для своих врагов. Ей при ее необычайной доброте казалось невыносимым, чтобы даже тот, который лишил ее счастья, скончался нераскаянным. Она все продолжала настаивать на том, чтобы преступник прочел слова Евангелия, надеясь, что они тронут его закаменелое сердце. «Я прочту их», — сказал он. «Если вы обещаете мне прочесть описание моей жизни, тогда вы поймете, почему я задался целью уничтожить всех тех, которые мешают нам привести в исполнение наши анархические принципы». Евангелие было оставлено на столе в камере. Выходя оттуда, великая княгиня с грустью заявила ожидавшим ее. «Моя попытка оказалась безрезультатной, хотя, кто знает, возможно, что в последнюю минуту он осознает свой грех и раскается в нем». Таким образом, мы можем понять, что и всю свою жизнь, не исключая даже и самого наиужаснейшего ее периода, великая княгиня совершенно могла забывать о самой себе и думать лишь о других. В тот час после смерти великого князя, тогда как она еще не вполне отдавала себе отчетов своей потери, она начала думать о второй жертве того же преступления, о преданном кучере и ее мужа, умиравшем в госпитале, тело которого было пробито гвоздями и обломками дерева от кареты. Как только кучер ее увидел, он сразу спросил, как здравствует его императорское высочество. Чтобы скрыть правду, которая его огорчила бы, она произнесла эти простые и прекрасные слова. «Он направил меня к вам». Высокие христианские чувства она выразила и от лица великого князя, написав на кресте памятнике, воздвигнутом по проекту Воснецова на месте его кончины, трогательные евангельские слова «Отче, отпусти им, не видят Бог, что творят». Мученическая смерть великого князя Сергея Александровича произвела переворот в душе его супруги, заставив ее навсегда отойти от прежней жизни. Пережитый ужас оставил в ее душе глубокую рану, которая зажила лишь тогда, когда она устремила свои глаза на созерцание того, что не от мира сего. Не все, однако, были способны правильно понять и оценить происшедшую в ней перемену. Надо было пережить такую потрясающую катастрофу, как ее, чтобы убедиться в непрочности богатства, славы и прочих земных благ, о чем столько веков говорит Евангелие. Для общества решимость великой княгини распустить свой двор, чтобы удалиться от света и посвятить себя служению Богу и ближним, казалось соблазном и безумием. Презрев одинаковые слезы друзей и пересуды, и насмешки света, она мужественно пошла своей новой дорогой. Она старалась ничего не предпринимать без указаний опытных в духовной жизни старцев, в особенности старцев в Засимовой пустыне, которым отдала себя в полное послушание. Небесными своими наставниками и покровителями она избрала преподобного Сергия и святителя Алексия. Высоко чтила она и преподобного Серафима, на прославлении которого она присутствовала вместе с другими членами императорской фамилии. Под глубоким обаянием торжества прославления она писала о своей сестре, принцессе Виктории. Мильфорд Хевен, которая еще жива, следующая. «Как много красивых и здоровых впечатлений! Мы ехали шесть часов в экипажах до монастыря. По дороге в деревнях красивые, здоровые люди были живописны в ярко-красных сарафанах и рубахах. Монастырь очень красив и расположен в необычном сосновом бару. Богослужения и молитвы, читаемые в нем, были замечательны. Святой Серафим был монахом, жил в 18-м столетии, был известен чистотой и святостью своей жизни и при этом исцелял больных и нравственно поддерживал к нему обращающихся, а после его кончины чудеса не прекращаются. Тысячи и тысячи народа со всех концов России собрались в Саров на день его прославления и привезли своих больных из Сибири и Кавказа. Какую немощь, какие болезни мы видели, но и какую веру! Казалось, что мы живем во времена земной жизни Спасителя. И как они молились, как плакали, эти бедные матери с больными детьми, и слава Богу, многие исцелились. Господь сподобил нас видеть, как немая девочка заговорила, но как молилась за нее мать! Их особенному покрову она вручила и ушедшего от нее супруга, похоронив его прах под чудовым монастырем великолепной усыпальницей, отделанной в стиле древних римских катакомб. Продолжительный траур по великому князю, когда она замкнулась в свой внутренний мир и постоянно пребывала в храме, был первую естественную гранью, отделившей ее от обычной до сих пор жизненной обстановки. Переход из дворца в приобретенное ею здание на Ордынке, где она оставила для себя только 2-3 очень скромных комнатки, означал полный разрыв с прошлым и начало нового периода в ее жизни. Отныне ее главной заботой стало устройство общины, в которой внутреннее духовное служение Богу органически соединено было с деятельным служением ближним во имя Христова. Это был совершенно новый для нас тип организованной церковной благотворительности. Поэтому он обратил на себя общее внимание. В основу его положена была та глубокая и непреложная мысль, что мы все почерпаем от Бога, а потому и в нем только можем любить своих ближних, и что тот, кто живет во Христе, способен подниматься на высоту полного самоотречения и полагать душу свою за други своя. Великая княгиня хотела одушевить нашу благотворительность духом Евангелия и поставить ее под покров церкви и через то приблизить последней, постепенно, самое наше общество, в значительной своей части, остававшееся равнодушным к вере. Очень знаменательно самое наименование, какое великая княгиня дала созданному ей учреждению Марфа-Мариинской обители. Она предназначалась быть как бы домом Лазаря, в котором так часто пребывал Христос Спаситель. Сестры обители призваны были соединить и высокий жребий Марии, внемлющий вечным глаголом жизни, и служение Марфы, поскольку они опекали у себя Христа в лице его меньших братьев. Оправдывая и поясняя свою мысль, преснопамятная основательница обители говорила, что Христос Спаситель не мог осудить Марфу за оказанное ему гостеприимство, ибо последнее было проявлением ее любви к нему. Он предостерегал только Марфу и в лице ее женщину вообще от излишней хлопотливости и суетности, способной отвлекать ее от высших запросов духа. Быть не от мира сего, и однако жить и действовать среди мира, чтобы преображать его, вот основание, на котором она хотела утвердить свою обитель. Стремясь быть во всем послушной дочерью православной церкви, великая княгиня не хотела воспользоваться преимуществами своего положения, чтобы в чем-нибудь, хотя бы в самом малом, освободить себя от подчинения, установленным для всех правилам и указаниям церковной власти. Напротив, она с полной готовностью исполняла малейшее желание последней, хотя бы оно и не совпадало с ее личными взглядами. Одно время, например, она серьезно думала о возрождении древнего института Диаконис, в чем ее горячо поддерживал митрополит московский Владимир, потом мученик Киевский. Но против этого, по недоразумению, восстал епископ Гермоген, в то время Саратовский, после мученик Тобольский, обвинив без всяких оснований великую княгиню в протестантских тенденциях, в чем потом раскаялся сам. Он заставил ее отказаться от злеленной ею идеи. Оказавшись таким образом, непонятой в своих лучших стремлениях, великая княгиня не угасила в себе духа от пережитого разочарования, но вложила все сердце в свое любимое детище, то есть Марфо-Мариинскую обитель. Неудивительно, что обитель быстро расцвела и привлекла много сестер, как из аристократического общества, так и из народа. Во внутренней жизни последний царил почти монастырский строй, но и в ней ее деятельность выражалась в лечении приходящих и клинических, помещенных в самой обители больных, в материальной и нравственной помощи бедным, в презрении сирот и покинутых детей, которых так много гибнет в каждом большом городе. Здесь нельзя не упомянуть о том, что великая княгиня имела в виду воспитать особых сестер для духовного утешения тяжких больных, стоящих на краю могилы. Не страшно ли, говорила она, что мы из ложной гуманности стараемся усыплять таких страдальцев надеждой на их манимое выздоровление? Мы оказали бы им лучшую услугу, если бы заранее приготовили их к христианскому переходу в вечность. Особенное внимание великая княгиня обратила на несчастных детей хитрого рынка, сирот и бесприютных, несших на себе печать проклятия за грехи своих отцов, детей, рождавшихся на этом мутном дне Москвы, чтобы поблекнуть прежде, чем они успели расцвести. Многие из них были взяты в устроенное для них общежитие для мальчиков, где они быстро возрождались физически и духовно. За другими было установлено постоянное наблюдение на местах их жительства. Силою любви и христианского воспитания недавние бродяги улицы превратились в честных и исполнительных юношей, составивших всем известную в Москве артель посыльных. Великая княгиня во все ее деятельности изыскивала новые пути, формы благотворительности, в которых иногда отражалось влияние ее первой западной родины, опередившей нас в организации общественной помощи и взаимопомощи. Дом для молодых девушек-работниц и учащихся давал им дешевую или бесплатную квартиру и спасение от той же развратной улицы. Ею организованы бесплатная лечебница, амбулатория, курсы, сестер милосердия, бесплатная столовая, в мировую войну лазарет тяжелораненых. Не все из этих учреждений были непосредственно связаны с Марфо-Мариинской обителью, но все они, как лучи в центре, объединялись в лице ее настоятельницы, обнимавшей их своими заботами и покровительством. Она твердо верила в то, что работа является основой религиозной жизни, а молитва ее отдыхом, и потому монахини призывались ею на деятельность и вне стен монастыря. Сестры Марфы и Марии навещали бедных и больных, оказывали им всевозможную помощь, заботились о их детях, убирали их помещения и всюду вносили с собой радость и мир. Но самые трудные должности всегда выполнялись настоятельницы монастыря, которая чувствовала в самой себе мощь, необходимую для достижения ее цели. Многочисленные доклады и приемы рассмотрения разного рода просьб и ходатайств, поступавшие к ней со всех концов России и другие дела наполняли ей обыкновенно весь ее день, доводя часто до полного утомления. Это не мешало ей, однако, проводить ночью по стиле тяжело больных или посещать ночные службы в Кремле и в излюбленных народом церквах и монастырях в разных концах Москвы. Дух превозмогал изнемогающее тело. Единственным отдыхом для нее служили поездки на Богомолье в разные концы России. Народ, однако, и здесь отнимал у нее возможность найти тишину удинения, высоко почитая в ней соединение двойного ореола, царственного происхождения и высокого благочестия. Он восторженно встречал ее повсюду и поездки Великой Княгини в разные города России против ее воли обращались в триумфальное шествие. Великая Княгиня посещала и самые захолустные глухие и бедные края и отдаленные деревушки даже с языческим населением Черемис, Ватяков, Чувашей. Скрывая свои труды, она являлась пред людьми всегда со светлым улыбающимся лицом. Только когда она оставалась одна или в кругу близких людей, у нее на лице, особенно в глазах, проступала таинственная грусть, печать высоких душ, томящихся в этом мире. Отрешившись почти от всего земного, она тем ярче светила исходящим от нее внутренним светом и особенно своей любовью и ласковью. Никто деликат нее не умел сделать приятное другим, каждому соответственно его потребностям или духовному облику. Душа Великой Княгини росла и удохотворялась при ее образе жизни полной всевозможных лишений. Постоянно спокойно и уравновешенно она находила достаточно времени и сил для выполнения своей неустанной деятельности. Она занимала три крошечные комнаты, белые и чистые, отделенные от госпиталя церковью. Единственной мебелью в них были плетеные стулья, а на стенах висели лишь одни иконы, дарованные ей теми, которые любили ее и ценили. Спала она на деревянной кровати без тюфика и на жесткой подушке, но, изнуренная после тяжелых дневных забот, она быстро засыпала. Зачастую сон ее продолжался не более двух-трех часов в сутки, но бывало, что и часть этого времени посвящалась друзьям, умолявшим ее не отказать принять их в поздний час. В полночь она вставала на молитву в своей церкви, а затем обходила всю больницу. В тех случаях, когда кто-либо из больных давал ей повод для серьезных опасений, она сидела у его изголовья вплоть до рассвета, стараясь облегчить его страдания. С присущей ей интуиции ума и сердца она всегда находила слова утешения, и больные сами свидетельствовали о том, что одно ее присутствие оказывало на них благотворное влияние и значительно облегчало их страдания. Они чувствовали, что от нее исходила целебная сила, дававшая им возможность терпеливо и безропотно переносить мучения, и нервные пациенты, ободренные ею, храбро шли на операцию. Если случалось, что несмотря на все ее усилия, больной все же не выживал, то он умирал на ее руках. Православная церковь имеет обычай беспрерывного чтения псалмов над телом покойного в течение дней предшествующей погребению. Должность эта обычно выполнялась монахинями любого монастыря, и падала она зачастую и на долю сестер Марфы и Марии. Ночные же бдения всегда выполнялись с настоятельницей монастыря в часовне, сооруженной для этой цели в конце сада, и в ночной тишине раздавался голос великой княгини, читающей псалмы над телом покойного. Глазные больницы Москвы быстро обнаружили благотворные результаты лечения в госпитале великой княгини, вмещавшие в себя не более 15 пациентов, и самые безнадежные случаи всегда направляли сюда. Приводим один пример. Кухарка бедного домохозяйства пострадала от опрокинутой ею керосиновой печки. Ожоги покрывали все ее тело за исключением ладоней ступней. Привезена она была к великой княгине из одного городского госпиталя, уже захваченной гангреной. Великая княгиня собственноручно перевязала ей раны. Это причиняло такую острую боль пациентке, что великой княгине приходилось все время останавливаться для успокоения и подбодрения пациентки. Перевязывание занимало по два с половиной часа два раза в день. Платье великой княгини проветривалось след за тем, так как оно было пропитано противным запахом гангрены, но перевязывание ран из-за этого не останавливалось. Женщина в конце концов вылечилась к изумлению докторов, которые давно уже поставили на ней крест. Все известные хирурги преклонялись перед лечением великой княгини и обращались к ней за помощью, когда им надлежало произвести особенно серьезную операцию. Велика княгиня содействовала хирургу бесподобным спокойствием и сосредоточенностью внимания каждому его движению. Она успешно всегда подавляла в себе всякое чувство естественного отвращения, удовлетворяясь видимо одним сознанием того, что сумела оказаться полезной. В числе учреждений всякого рода она основала одно для неизлечимых чахоточных женщин наибеднейшего класса и навещала этот мертвый дом два раза в неделю. Зачастую пациентки выражали ей свою признательность обнимая ее не задумываясь над опасностью заразы но она ни разу не увернулась от их объятий. Этому учреждению она была особенно предана. Главной ее целью было предоставить удобство и немного роскоши прислугам рассчитанным с момента обнаружения их болезни так как госпитали отказывались их принять и несчастным женщинам ничего больше не оставалось делать как умирать в жестокой нищете. пациентки эти лечились в уютном доме с большим садом в котором они часто приобретали надежду на выздоровление постоянно подбодряемой великой княгиней. Но случалось так же что они и спокойно умирали прося их благодетельницу не забыть о тех которые им были особенно дороги. Не раз умирающая мать говорила ей мои дети больше не мои а ваши ибо у них никого нет в мире кроме вас. Трудно было бы указать на границу благотворительных дел великой княгини или на размер суммы израсходованной ею на эту цель. Ее же личные расходы были при этом ничтожными. Бывало что в течение нескольких месяцев ее туалетные принадлежности обходились ей всего в несколько копеек. По смерти своего мужа она разделила все свои драгоценности на три части. Одна из них была возвращена казне другая часть была распределена между ближайшими ее родственниками и третья самая обильная часть пошла на пользу благотворительной деятельности. Великая княгиня ровно ничего себе не оставила не исключая своего обручального кольца. Единственное украшение которое она носила был деревянный крест висевший на белой ленте вокруг ее шеи. Одета она была зачастую в серое или белое сицевое платье храня белое шерстяное для более важных событий. Когда она хотела незаметно пройти по городу она одевалась черный цвет с черной косынкой на голове но иногда носила серое платье и косынку и тогда ее узнавали и с благоговением приветствовали. Особенным вниманием и поддержкой с ее стороны пользовались все учреждения церковного благотворительного или научно-художественного характера. Горячо ратовал она также за сохранение наиболее ценных бытовых обучаев и преданий которыми так богата была жизнь старой любимой ею Москвы. Все храмы созданные ею особенно главный храм обители построенный по новгородско псковским образцам известным архитектором Щусевым и расписанной кистью Нестерова отличались выдержанностью стиля и художественной законченностью внешней и внутренней отделки. Церковь усыпальница помещенная ею под сводами этого последнего храма также вызывала общее восхищение своей умиротворяющей теплотою. Богослужение в обители всегда стояло на большой высоте благодаря исключительному по своим пастырским достоинствам духовнику избранному настоятельницей. Время от времени она привлекала сюда для служения и проповеди и другие лучшие пастырские силы Москвы и отчасти всей России. Для нее как истинной христианки не было по выражению Гоголя оконченного курса и она всю жизнь оставалась ученицей одинаково добросовестной как и смиренной. На всей внешней обстановке Марфа-Мариинской обители и на самом ее внутреннем быте как и на всех вообще созданиях великой княгини кроме духовности лежал отпечаток изящества и культурности что было непроизвольным действием ее творческого духа. Ее богатые от природы дарования были подкреплены не только широким многосторонним образованием но и сведениями практического характера необходимыми в домашнем обиходе. Нас государыней то есть императрицы Александры Федоровны обучали в детстве всему сказала она однажды в ответ на вопрос почему ей известны все отрасли домоводства и все содействовало ей в поисках высшего совершенства. 2 апреля 1910 года она заменила светские одежды на монашеские в церкви святых сестер Марфы и Марии одновременно с 30 другими женщинами жаждущими оказаться ей полезными в ее борьбе с людскими страданиями. То была удивительная служба запечатлевшаяся в памяти всех принявших в ней участие. Великая княгиня покинула мир в котором она сыграла яркую роль чтобы войти по ее же собственным словам в более великий мир в мир бедных и страдающих. Епископ Трифон в миру известный как князь Туркестанов дал ей эту одежду с пророческими словами «Эта одежда скроет вас от мира и мир будет скрыт от вас но она в то же время будет свидетельницей вашей благотворной деятельности которая воссияет пред Господом во славу Его». Его слова оправдались сквозь серую одежду сестричество деятельность великой княгини блестела божественным лучом и в конечном итоге привела ее к мученическому концу. Великая княгиня Елизавета Федоровна была редким сочетанием возвышенного христианского настроения, нравственного благородства, просвещенного ума, нежного сердца и изящного вкуса. Она обладала чрезвычайно тонкой и многогранной душевной организацией. Самый внешний облик ее отражал красотой и величи ее духа. На ее челе лежала печать рожденного достоинства, выделявшего ее из окружающей среды. Напрасно она пыталась иногда под покровом скромности утаиться от людских взоров. Ее нельзя было смешать с другими. Где бы она не появлялась, не всегда можно было спросить, кто это, блистающая как заря, светлая как солнце. Песни 6-10. Она всюду вносила с собой чистое благоухание лилии. Быть может, поэтому она так любила белый цвет. Это был отблеск ее сердца. Трудно отдать себе отчет в том, что никому уже больше не удастся встретиться с этим существом, настолько отличавшимся от всех остальных до такой степени превышавшим средний уровень и приковывавшим к себе всеобщее внимание своей необычайной красотой и очаровательностью, а также бесконечной своей добротой. Привлекала она людей без всякого на то усилия с ее стороны. И всем казалось, что она витала в высших сферах содействуя и другим подняться на ту же высоту. Она никогда никому не давала чувствовать степени своего превосходства над кем бы то ни было, а наоборот, и при этом без ложного самоунижения умела вызвать в каждом присущее таковому лучшее его качество. Ее душа чужда была односторонности, женственность соединялась в ней с мужеством характера, доброта не переходила в слабость и слепое, безотчетное доверие к людям, дар рассуждения, который так высоко ставят христианские подвижники, присущ был ей во всем, даже в лучших порывах сердца. Этими особенностями своего характера она обязана была отчасти своему воспитанию под руководством бабки, английской королевы Виктории. Английский отпечаток несомненно лежал на всех ее вкусах и привычках. Английский язык был ей ближе родного немецкого. Сосредоточив свою деятельность вокруг обители, великая княгиня не порывала связи с другими общественными учреждениями благотворительного или духовно-просветительного характера. Едва ли не самое первое место среди них принадлежало православному палестинскому обществу, которое было вызвано к жизни ее почившим супругом великим князем Сергеем Александровичем. Унаследовав от него председательство в этом обществе, она подражала ему в заботах о Сионе и о русских паломниках, устремившихся в еврейскую землю. Ее заветным желанием было самой приобщиться к ним, хотя она уже посетила ранее святые места вместе с покойным великим князем, но непрерывные дела мешали ей надолго оставить Россию для Святого Града. Увы, никто тогда не предвидел, что она придет в Иерусалим уже по смерти, чтобы найти себе здесь место вечного упокоения. В палестинском деле она проявляла не только любовь к Святой Земле, но и большую деловую осведомленность, как будто она непосредственно руководила всеми учреждениями общества. В последние годы пред войной ее занимала мысль о сооружении достойного русского имени подворья в баре с храмом в честь Святого Николая. С наступлением войны она с полным самоотвержением отдалась служению больным и раненым воинам, которых посещала лично не только в лазаретах и санаториях Москвы, но и на фронте. Вдовствующая императрица молодая государиня и великая княгиня Елизавета Федоровна разделили между собой оба фронта восточный или германский и южный или австрийский, не говоря уже о турецком фронте, хотя и меньшего масштаба, но по ожесточенности борьбы не уступавшему первым двум. Государиня и великая княгиня привлекали в свою организацию все слои общества должностных высшего и низшего чина лиц государственных служащих и всю иерархию женского общества. Красный крест на белом фартуке виднелся на всех тех, которые имели возможность оторваться от своих домашних очагов и посвятить себя на великое дело войны и победы. Никакая жертва не считалась слишком большой, деньги сыпались как бисер, да и жизнь в это время ставилась ни во что. Клеветание пощадило, однако, ее, как и покойную императрицу, обвиняя их в излишнем сочувствии к пленным раненым германцам. Великая княгиня перенесла эту горькую незаслуженную обиду с обычным ей великодушием. Революционную бурю она встретила замечательным самообладанием и спокойствием. В первый день революции 1 марта 1917 года взбунтовавшаяся толпа окружила ее дом, к которому также подъехал экипаж полный людей, большую частью из выпущенных на волю арестантов, пришедших за ней, чтобы доставить ее в зал городской думы в качестве германской шпионки. Она услала всех испуганных женщин в заднюю часть дома и вышла к пришедшим за ней людям. «Что вам от меня нужно?» спросила она. «Мы пришли за вами, чтобы предать вас суду. У вас спрятано оружие и германские князья скрываются в вашем доме». «Войдите», сказала она, «Ищите везде». «Он пуст, лишь пятеро из вас войдут». «Оденьтесь, чтобы идти с нами», заявили они. «Я настоятельница монастыря», сказала она, «и должна сделать кое-какие распоряжения и проститься с моими сестрами». Она собрала сестер в церкви для пения молебна, затем, обращаясь к революционерам, сказала, «Войдите в церковь, но оставьте ваше оружие у входа». Они последовали за нею. После молебны она подошла ко кресту, приглашая революционеров следовать за нею. Под влиянием ее необычайного спокойствия они пошли за нею и приложились к кресту. «Теперь идите за поисками того, что вы думаете у меня найти». Священник, отец Митрофан Серебрянский пошел с ними, и они вскоре вернулись к шумящей вне монастыря толпе со словами, «Это монастырь и ничто больше». Обаяние всего и облика было так велико, что невольно покорило даже революционеров. Один из них, по-видимому, студент, даже похвалил жизнь сестер, сказав, что у них незаметно никакой роскоши, а наблюдается только всюду порядок и чистота, в чем нет ничего предосудительного. Видя его искренность, великая княгиня вступила с ним в беседу об отличительных особенностях социалистического и христианского идеала. «Кто знает, заметил в заключении ее неведомый собеседник, как бы побежден ее доводами. Быть может, мы идем к одной цели, только разными путями». И с этими словами покинул обитель. «Очевидно, мы недостойны еще мученического венца», ответила настоятельница с сестром, поздравлявшим ее столь благополучным исходом первого знакомства с большевиками. Но этот венец уже недалек был от нее. Опасность как будто миновала. По прошествии некоторого времени члены правительства, в состав которого в то время все еще входили умеренные элементы, отправились в общину, чтобы извиниться за беспокойство, причиненное этой группой арестантов, и заверить великую княгиню о их непричастности к таковым. Она их приняла и справилась о ходе революции. «Вы хотите слышать от нас правду?» спросили они. «Да, я хочу, чтобы вы всегда говорили мне правду. Сегодня первый день социальной революции, и у нас нет никаких средств борьбы с надвигающейся на нас волною анархии. Мы пришли просить ваше высочество переехать в Кремль, где нам будет легче вас охранять. Я не выехала из Кремля с тем, чтобы вновь быть загнанной туда революционной силой. Если вам трудно охранять меня, прошу вас отказаться от всякой к этому попытки. Она продолжала жить в общине, ухаживая за солдатами в своем госпитале, в котором она также бесплатно кормила наибеднейших людей. В общем, она не внесла какой бы то ни было перемены в свой образ жизни, кроме как той, что она с еще более одухотворенным пылом приступала к молитве. Живя тихо и спокойно, она безропотно отдала себе всецело воле Божией. В то время, как большевизм окончательно разнуздался, в апреле 1918 года Великая Княгиня отправила одному старому другу ниже следующие строки. Необходимо направить все мысли на чудную нашу страну, чтобы узреть все совершающееся в ней в настоящем свете и иметь возможность сказать, да будет твоя воля, когда наша возлюбленная Россия подвергается полному развалу. Помните, что Святая Православная Русская Церковь, против которой не устоят и врата ада, все еще существуют и существовать будет до скончания веков. Те, которые могут в это верить, без сомнения узрят сокровенный луч, сияющий сквозь мрак в самый разгар бури. Но все же я уверен в том, что карающий Бог, тот же любящий, я часто читаю Библию за последнее время, и если мы верим в высшую жертву Бога Отца, пославшего Сына Своего на смерть и воскресение для нашего спасения, то чувствуем мы одновременно и присутствие Святого Духа, осеняющего нам путь, и наша радость будет вечной, даже при условии, если наши ограниченные людские сердца и умы пройдут через путь тяжелых испытаний. Подумайте о буре, в ней имеются одухотворяющие так же, как и ужасающие элементы, одни боятся от нее укрыться, другие поражаются ею, глаза же некоторых открываются и они видят в ней величие Божие. Не является ли это правдивой картиной нынешнего времени? Мы работаем, молимся, надеемся и каждый день все более и более чувствуем в себе высшее сострадание. То, что мы живем, является неизменным чудом и другие люди начинают понимать то же самое и они приходят к нам в церковь, чтобы найти покой для своих душ. Молитесь за нас, дорогая, всегда ваш старый верный друг. Затем следует постскриптум, который читался с глубокой признательностью тем лицом, к которому строки эти были обращены. Спасибо за дорогое прошлое. У нее не было и тень озлобления против неистовства возбужденной толпы. Народ дитя, он не повинен в происходящем, кротко говорила она, он введен в заблуждение врагами России. Она пишет одному из старых друзей. Россия и ее чадо в данный момент не ведают, что делают, наподобие больного ребенка, которого каждый во много раз ценит в таком состоянии, чем когда он весело здоров. Каждый стремится облегчить его страдания, помочь ему и научить его терпеливо переносить все невзгоды. Это как раз то, над чем я с каждым днем больше и больше задумываюсь. Не приводили ее в уныние великие страдания и унижения, выпавшие на долю столь близкой ей царской семьи. Это послужит к их нравственному очищению и приблизит их к Богу с какой-то просветленной мягкостью заметила она однажды. В течение последних месяцев 1917 и в начале 1918 советская власть к общему удивлению предоставила Марфа Мариинской обители и ее начальнице полную свободу жить, как они хотели, и даже оказывала им поддержку в смысле обеспечения населения обители продуктами. Тем тяжелее и неожиданнее для последней был удар, постигший ее напасхи, когда Великая княгиня внезапно была арестована и отправлена в Екатеринбург. Наступившие страдания могли бы быть избегнуты, если бы она этого пожелала, но Великая княгиня пошла на сей путь добровольно. Весной или летом 1917 года шведский министр приехал в Москву по особому поручению германского императора, чтобы посоветовать Великой княгине покинуть Россию, где ужасающие происшествия должны были неминуемо совершиться. Шведский министр, будучи представителем нейтральной державы, был принят Великой княгиней, и он наставил последовать совету германского императора. Она внимательно выслушала его и ответила, что ей тоже казалось, что ужасающие времена не за горами, на что она решила разделить судьбу той страны, которую она считала за свою, и не может оставить на произвол судьбы сестер своей общины. После этого она встала и прием был таким образом закончен. Так Великая княгиня собственноручно подписала свой смертный приговор. В первые дни революции даже большевики не решили сразу покуситься на высокую настоятельницу общины. Немецкое командование в лице графа Мирбаха добилось согласия большевистской власти на вывоз за границу Великой княгини, но сама Великая княгиня категорически отказалась покинуть пределы России. Мирбах после Брест-Литовского мира два раза просил Великую княгиню принять его и оба раза получил отказ. Она отказалась от каких-либо сношений с представителями вражеской державы. Русским же Великая княгиня говорила «Я никому ничего дурного не сделала, буди воля Господня». Наконец большевики послали ей распоряжение покинуть Москву и присоединиться к государю и его семье в Екатеринбурге. Она преданная для дальнейшего пути, но ей в этом было отказано. Выехала она под конвоем латышской гвардии и в сопровождении преданной ей послушницы сестры Варвары. Ей сказали, что на новом месте она будет сестрой милосердия. Ей предоставили отдельное купе в дороге и все удобства. Она очень радовалась предстоящей встрече со своей сестрой императрицей и была этим воодушевлена в дороге. Оставлена же ее обитель пребывала в это время в слезах и печали. Однако, прибыв в Екатеринбург, Великая княгиня не получила свидания с семьей государя. Послушнице удалось быть у дома царственных заключенных для какой-то передачи и видеть только через щели забора самого государя где-то в саду или у окна. Известно, что Великая княгиня дважды снеслась со своим духовником отцом Митрофаном Серебрянским. Первый раз вначале очень грубо с ней обращались, но затем стали гораздо снисходительнее, вследствие чего они были заменены русской гвардией, солдаты которой были без церемонии и жестче. Второе письмо заключало в себе просьбу, чтобы московский патриарх, который тогда еще был на свободе, ходатайствовал о получении для нее разрешения перейти на вегетарианскую пищу, к которой она привыкла. Святейший патриарх Тихон пытался при помощи церковных организаций, с которыми на первых порах считалась большевистская власть, принять меры к ее освобождению, но безуспешно. Потом пребывание великой княгини в ссылке обставлено было одно время даже некоторыми удобствами. Она была помещена в женском монастыре, где все сестры в ней принимали самоискреннее участие. Особенным утешением для нее было то, что ей беспрепятственно разрешено было посещать церковные 1818 года вслед за прибытием государя семьей из Тобольска в Екатеринбург были привезены из Перми и помещены в грязной гостинице великий князь Сергей Михайлович с его слугой по фамилии Ф. Ремес, князья Иоанн Константин и Георгий Константинович и князь Владимир Полей 20 лет. С ними плохо обращались, поместили всех в одну комнату, кормили впроголодь, но позволяли иногда выходить на улицу, и они могли встречаться с людьми и навестить даже знакомых. В конце мая великую княгиню и всех ее родственников перевезли в Алапаевск поблизости от Екатеринбурга и поместили в напольной школе на крыльх города под охраной караула. Великая княгиня с разрешения властей сначала ходила в церковь, много работала в огороде, своими руками полола грядки и устраивала цветочные клумбы, рисовала и много молилась. Завтраки и обеды ей подавались в комнату, остальные заключенные кушали вместе. Было какое-то общение с населением, потому что к здравствующим членам царственного дома из вещей великой княгини попало полотенце деревенского грубого полотна с вышитыми голубыми цветами и надписью, орфографию которой сохраняем. Матушка Великая княгиня Елисавета Федоровна, не откажись принять по старому русскому обычаю хлеб-соль от верных слуг царя и отечества крестьян Нейва Алапаевской Волости Верхотурского уезда. Великая княгиня по временам еще посылала слова ободрения и утешения глубоко скорбевшим о ней сестрам ее обители. Так продолжалось до роковой ночи 5-18 июля. В эту ночь она внезапно была вывезена вместе с прочими царственными узниками. Убийство произошло в 12 верстах от Алапаевска по Верхотурскому тракту в шахте под названием Нижняя Селимская. Застрелен был только великий князь Сергей Михайлович. Остальные брошены в шахту живыми завязанными глазами. Бросив шахту людей палачи бросали туда ручные гранаты а затем разный хлам. Шахта была глубиной 28 сожжений но трупы великой княгини и князя Иоанна Константиновича были найдены на одной глубине в 7 с половиной сожжений на выступе шахты. Великая княгиня была жива довольно долго. Возле шахты слышалось церковное пение которое продолжалось весь следующий день. Проезжавший мимо крестьянин услышав это пение в страхе погнал лошадей в сторону фронта белых которые были поблизости и сообщил им об этом. Те упрекнули его за то что он не бросил в шахту хотя бы хлеба. Прибывшие затем белые извлекли трупы убитых. Расследование показало что великая княгиня сделала перевязку князю Иоанну Константиновичу будучи сама тяжело ушиблена. Вскрытие ее трупа показало следующее в головной полости по вскрытии кожных покровов обнаружены кровоподтеки на лобной части величиной в детскую ладонь и в области теменной кости величиной в ладонь взрослого человека кровоподтеки в подкожной клетчатке в мышцах и на поверхности черепного свода кости черепа целы около тела великой княгини две не разорвавшиеся гранаты а на груди икона спасителя великая страстотерпица пела себе и другим надгробная или благодарственная и хвалебная богу песня до тех пор пока для нее не зазвучали уже райские напевы так вожделенный для нее мученический венец увенчал ее главу и приобщил ее к сонму святых общий список убиенных царского дома романовых представляется в таком виде 31 мая 13 июня 1918 года убит в Перми великий князь Михаил Александрович 4 18 июля убита в Екатеринбурге Пермской губернии Седмирица царской семьи 5 18 июля убиты в Алапаевске Пермской губернии 5 членов царского дома в январе 20 убиты в Петрограде великие князья Павел Александрович Николай Михайлович Георгий Михайлович и князь Дмитрий Константинович всего убито из императорской фамилии 17 человек князь Иоанн Константинович очень любил церковное пение и сам был регентом в церкви Павловского дворца и продолжал петь на клиросе в первое время его пребывания в ссылке в Перми юный князь Владимир Полей сын великого князя Павла Александровича был талантливым поэтом целый ряд его последних стихов слышанных от него друзьями в Екатеринбурге касался переживаний заключения когда по его словам родные близкие так жутко далеко а не другие так жутко близко из среды участников этого убийства двое сошли с ума тотчас после злодеяния один из них по фамилии Бугрышин эти обыватели увлекшиеся большевизмом не рассчитали своих сил и способностей на такие преступления организатором этого убийства был некий А. Смольников приехавший из Екатеринбурга фуражки государя которую он в Алапаевске хвастался на митингах по распоряжению адмирала Колчака тела великой княгини и всех других убиенных с нею 1 ноября 1918 года были торжественно похоронены в Алапаевском соборе при приближении красных в июле 1919 они были перевезены сначала в Иркутск а отсюда 28 февраля 1920 были направлены в Китай по дороге на пограничном пункте на тела убиенных напали большевики и успели сбросить на железнодорожный путь гроб князя Иоанна Константиновича подоспевшие китайские солдаты прекратили возмутительное кощунство 3 апреля в Пекине после заупокойного богослужения гробы были опущены в склеп храма преподобного Серафима Саровского на кладбище нашей духовной миссии отсюда уже заботами сестры великой княгини маркизы Мильфорд Хевен принцессы Виктории с которой они были связаны при жизни особенно тесными узами ее гроб вместе с гробом сестры Варвары был доставлен через Шанхай и Суэц в Палестину 15 декабря 1920 года тела обеих неразлучных до конца страдалец были торжественно встречены в Иерусалиме английскими властями греческим и русским духовенством многочисленную русскую колонию и местными жителями через день состоялось их погребение совершенное маститым главой Сионской Церкви блаженнейшим патриархом Дамианом в сослужении большого сонмодуховенства такую дал ей Бог славу церковную насыпальницей для великой княгини избранная как бы нарочито для этого приспособленная крипта под нижними сводами русской церкви Святой Марии Магдалины в Гефсимании сама эта церковь построенная в память государыни Марии Александровны супруги императора Александра Второго ее августейшими детьми не чужда почившей последняя присутствовала вместе с великим князем Сергием Александровичем на ее освящении в 1888 году и говорят выразила желание закончить дни своей жизни при этом храме так ей понравилось это место как чудное видение прошла она по земле оставив после себя сияющий след пишет составитель очерка ее жизни высокопреосвященный митрополит Анастасий вместе со всеми другими страдальцами за русскую землю она явилась одновременно и искуплением прежней России и основанием грядущей которая воздвигнется на костях новых мучеников такие образы имеют неприходящее значение их удел вечная память и на земле и на небе не напрасно народный голос еще при жизни нарек ее святой как бы в награду за ее земной подвиг и особенно за ее любовь к еврейской земле ее мученическим останкам найденным в шахте по словам очевидцев совершенно нетронутым метлением суждено почивать у самого места страданий и воскресения спасителя близкая светильница долгих лет жизни великой княгини графиня Алсуфьева пишет зная ее очень хорошо я могу с уверенностью сказать что славила она Всевышнего за свои страдания которые она приносила в жертву за спасение душ ее убийц я верю так же твердо как я верю в загробную жизнь что Елизавета Федоровна никогда не произнесла ни одной жалобы и славила Господа за предоставленную ей возможность мученическим путем занять приготовленное для нее место среди его избранных она была подобна первым мученикам христианства погибшим на римских аренах возможно что ко времени наших правнуков церковь ее причислить к лику своих святых на этом отец Михаил заканчивает свой рассказ а мы лишь добавим что церковь прославила инокиню Елизавету новопреподобную мученицу инокиню Варвару в соборе новомучеников и исповедников российских в 1981 году святые мученицы Елизавета и мученица Варвара помолитесь о нас грешно как Господу Богу о любимой вами России многострадальном русском народе и народе и мученице Продолжение следует...